Доброе утро всем тем, кто проснулся. Мы напоминаем, что вы смотрите программу «Новый день» и сейчас самая приятная часть нашей программы. Да, и такой студии. И сегодня с нами Владимир Болгалиев, основатель фабрики «Хейду». Доброе утро. Доброе утро. Огромное спасибо, что пришли к нам и встречаете это утро вместе с нами. Да, смотрите, Владимир, фабрика «Хейду», что это? Расскажите в двух словах. Это изначально была идея для спортсменов организовать индивидуальное брендирование. Это форма, это командные какие-то товары со своим брендом, со своим логотипом своего спортивного клуба. В этом необходимость есть и очень часто мы слышали от наших, скажем так, потенциальных клиентов это потому, что вообще все начиналось с магазина продажи спортивных товаров. В Ангарске есть такой магазин. И потом как-то со временем мы поняли, что все больше и больше идет тенденция к брендированию. Все команды переходят к индивидуальному нанесению, к своей форме, одежде. И эта идея, она осуществилась путем создания фабрики, пускай она и мини-фабрика на сегодняшний день. Мы начали сначала с печати, а потом уже полноценно перешли на швейное производство, дабы сделать такой комплекс работы. А я вот хочу перемотать наш разговор чуть-чуть назад. Так. Спорт. Почему именно для вас спортивная экипировка и какое место и значение в вашей жизни именно спорт? Спорт, можно сказать, наверное, основная часть моей жизни. С 10 лет я занимаюсь единоборствами. Я начал заниматься в школе Валерия Башурова, непосредственно у него. Там такие направления, как каратэ, кикбоксинг, кушу-саньда, очень активно все это в Ангарске развивалось и развивается. И потом как-то это все спортивные интересы, спортивные достижения переросли в тренерскую деятельность. Такая некая эволюция произошла. Я себя тоже там смог, я думаю, реализовать. Были и успехи, и достижения, и мои личные ребят. Мы ездили и на Кубки мира, и Чемпионат России. Все это такой поток событий, который потихоньку, помаленьку привел к пониманию, что в городе необходимы товары для ребят, которые более профессионально занимаются. И был в 2008-м создан магазин спортивной экипировки в Ангарске. И потом уже таким эволюционным, опять-таки, способом мы пришли к пониманию, что нужно создавать свои товары, что нужно создавать свою фабрику. Ты понял, откуда ноги-то растут. Сначала сам, потом в тренерство. Понял, что одежды нету. Ну, я имею в виду, нету на территории Российской Федерации. И где? Думалось бы, в Ангарске. Ты представляешь, собственное производство одежды еще какой, очень качественной. Ткань. Какую используете ткань? Вообще, спортсмены по большей части используют синтетические ткани. Они обладают большей износа стойкостью. У них есть возможность нанесения различных логотипов, достаточно стойких к истиранию. И на сегодняшний день видов этих тканей достаточно много. Все идет под задачу. То есть у конькобежцев своя, у единоборцев своя. И там тоже идет, к примеру, тайский бокс, своя ткань. Я хочу перебить, маленько не поняла. То есть вот столько, много спортивных направлений можно одеть благодаря фабрике? Совершенно верно. Такая возможность есть, и мы над ней работаем. На сегодняшний день практически наполовину закрыт спрос на форму и экипировку для различных единоборств, коих в Ангарске достаточно много. Мы переходим летом к созданию формы, экипировки для игровых видов спорта, циклических видов спорта, фитнес. В общем, планы есть, будем работать. То есть вот условно говоря, если к вам придет какая-то волейбольная команда, скажет, что мы хотим свою форму, и вы просто легко, вот, ребятки. Да, мы с радостью обладаем всем инструментарием, обладаем производственными возможностями и с удовольствием будем работать, сотрудничать и делать для наших спортсменов здесь, на месте, локально форму. Так, ну а расскажите, а спортсменов из каких городов России еще вы уже одеваете? Вообще, с 2018 года мы занимаемся швейной деятельностью, и можно сказать, что с этого момента мы начали работать уже так на всю Россию, от Москвы у нас есть заказчики и до самого Южно-Сахалинска. Все это, конечно, удаленность, на сегодняшний день современные средства коммуникации это позволяют, и для нас это возможность расширить географию, но, конечно, приоритетом являются наши сибирские команды. Ты представляешь, Владимир нам это все рассказывает, а у меня гордость за наш город, за то, что у нас есть такие гениальные люди, что у нас есть собственное производство, что на самом деле Ангарск, ну, именно Владимир может одеть спортивные команды в всех направлений. Мне кажется, не только Ангарск, а вообще в всей семье, да? Слушайте, но одевая спортсменов качественно, вы, безусловно, создаете условия для будущих побед. Да, это является основной задачей. Это создание инфраструктуры, которая в дальнейшем поможет ребятам добиваться спорта. Это и массовость, и популярность. Почему такие условия созданы в более западных регионах, а здесь меньше? Хотелось бы это исправить. Отлично. Ну, скажите, может быть, есть у вас какое-то пожелание для наших зрителей на путстве? Хотелось бы зрителям пожелать, конечно же, заниматься спортом. Спорт – это увлекательное занятие, помогающее и в обретении бодрости духа, тела. И, конечно, если необходима будет форма, экипировка, вы знаете, кому надо обращаться. Да, теперь и мы знаем, и наш город знает, и не только, и знает наш весь регион. Владимир, огромное спасибо, что к нам пришли. Хочется пожелать, конечно, вам творческих успехов, побед, чтобы вы отшивали всю Россию, правда? Спасибо вам. И чтобы вот этот логотип, бренд под названием Хейду, которая вот у вас на футболке, наверное, была у всех и у каждого, и приносила это, конечно, победы. Да, будущее спорта, можно сказать, в ваших руках. Спасибо большое, отличного вам дня. Спасибо. Всего доброго. До свидания.